Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Игорь Суздальцев в программе «Торговый план» на видеопортале Трейдеров и Трейд ТВ. Сегодня у нас понедельник, 8 декабря 2014 года. И мы начинаем нашу рабочую неделю традиционно с утреннего обзора от компании Thomson Reiter. Слово Владимиру Пакову. Владимир, доброе утро! Доброе утро, коллеги! Обзор о том, что на сегодня называется «Данные рынка труда» дали двоякий сигнал фондовым рынкам. Имеется в виду «Данные рынка труда», которые вышли в США. Но какие были интересные события? Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев предостерег в пятницу, что Россия после Путина, оказавшегося в изоляции на Западе, может представлять более серьезную проблему из-за риска триумфа националистических сил или коммунистического реванша. Вот так вот оценил ситуацию Назарбаев. Вот что еще интересно. Китайский импорт неожиданно сократился в ноябре, в то время как рост экспорта замедлился, что вызывает опасения относительно возможного замедления роста во второй по величине экономики мира. Какие у нас выходят данные макроэкономикой? Сегодня в 10 часов по московскому времени ожидаются данные по промышленному производству в Германии, а в 6 часов по московскому времени в США индекс условий на рынке труда. Вот такие основные макроэкономические данные сегодня выходят. Индекс РТС впервые с осени 2009 года упал ниже 900 пунктов до 893 пункта, потеряв более процента. Однако затем вновь восстановил этот уровень и к вечеру в 18 часов по московскому времени снижение закрытия четверга составляло 0,7%. Рубль вырос в пятницу, основной причиной чему стали очередные внезапные интервенции Центрального банка, которыми регулятор обязался поддержать финансовую стабильность, подорванную на фоне падения нефти и ухудшения экономической ситуации. В том числе и за западных санкций в отношении России, за ее поддержку мятежного востока Украины. Рынок локального долга обрушился в пятницу в ожидании еще одного сильного повышения ключевой ставки Банка в России, видя стремление регулятора поддержать рубль, угрозу стоимости фондирования и реагируя на это бегство из рублевых активов. Снижение цен в течение торгов достигало 4-6% пунктов и к закрытию четверга. Это все привело к тому, что кривая доходности поднялась на 70-80 базисных пунктов. Торги в Европе завершились ростом ключевых индикаторов. Индекс DAX завершил сессию на рекордно высоких уровнях, прибавив 2,3%, в то время как FTSE 100 вырос на 0,9%. Основным поводом для роста стали данные рынка труда США, который дал очередной сигнал относительно перспектив выздоровления первой по размеру экономики мира. Биржевые торги в США завершились ростом. Индексы стандартный курс и NASDAQ прибавили 0,17% и 0,24%, соответственно, а Dow Jones вырос на 0,3%. Сдерживала оптимизм участников рынка лишь вероятность того, что ФРС на фоне хороших макроэкономических показателей может поднять ставку раньше планируемого времени. Вот такая интрига у нас идет. Мы хорошо понимаем, что это будет ключевым событием 2015 года, повысить ли ФРС учетную ставку или не повысить, а главное, когда он это может сделать. И, естественно, рынки гадают на этот счет. Утром в понедельник на азиатских торгах сохраняется оптимистичное настроение. К 9 часам по московскому времени индекс Nikkei вырос на 0,08%, а шанхайский индекс Shanghai Composite прибавил 2%. Динамика западных индексов стала основной причиной сложившейся динамики в регионе, полагает Thomson Reuters. Цены на бренд вновь снижаются и сейчас в моменте на бирже ICE, я сейчас скажу самую последнюю котировку, у нас сейчас цена январского фьючерса составляет 68 долларов 28 центов. Фьючерсный контракт на индекс Standard & Poor's утром в понедельник практически не изменился, он потерял лишь одну десятую пункта. И вот краткий итог, который подводит Thomson Reuters. Перед открытием торговой сессии в России, сложившийся внешний фон можно считать преимущественно негативным. Цены на черный золото уже в ближайшее время помогут начать штурмовать на пробой вниз уровень 68 долларов за баррель, что окажет дополнительным медвежьим сигналом для российских активов. Также в пользу снижения может говорить неуверенно динамика фьючерсного контракта на индекс Standard & Poor's, а также опасения относительно повышения ставок Федерального резерва США. Таким образом, скорее всего, открытие торгов в России в понедельник будет проходить на уровне ниже предыдущего закрытия. А вот такой вот вывод делает Thomson Reuters, как я уже сказал. И коллеги, я сейчас передаю слово Игорю Созницеву, он кое-какие новости еще вам сообщит. Да, коллеги, есть у нас некоторые новости интересные. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на уровень закрытия прошлой недели. Здесь у нас разнонаправленное было движение. Если индексы у нас упали, то рубль в конце, в последний день у нас укрепился. Ну вот, индекс упал ММФБ на 3,3%. Существенное падение 1529 мы сейчас в моменте. Индекс РТС снизился на 1% до уровня 908. Ну, конечно, все напряженность сегодня следим, пробьет он вниз или нет. А валютный рынок, наоборот, вечером он укрепился. И в пятницу, я имею в виду, он рубль укрепился на рубль 70 к доллару. Составляет сейчас 52,52 такая цифра запоминающаяся. И евро рубль 64,61, то есть минус 2,9% по евро, что тоже очень, конечно, радует. Давайте посмотрим, что будет у нас на этой неделе, так сказать, какая тенденция у нас возобладает. Такая новость. Как вы помните, в четверг я выступил на РПК ТВ, сказал, что у нас, если надо снижать девальвацию, то надо беседовать с основными, так сказать, участниками рынка, которые имеют к этому отношение. Надо беседовать, я сказал, со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком. Через час буквально последовала реакция. Председатель правления ВТБ Андрей Костин сказал, что тут есть, заявляет некоторые о причастности в ВТБ к падению курса, так это необоснованные слухи. И дальше он сказал ключевую фразу. Я готов поспорить с любым. Часть первая поспорить. На кулаках готов драться с теми, кто делает такие абсолютно необоснованные заявления, что банк этим занимается. То есть первая часть поспорить, вторая часть на кулаках. Я тут посоветовался, так сказать, с семьей на выходных. Господин Костин, я принимаю ваш вызов и поспорить, подискутировать. И на кулаках назначайте время, я приеду. Следующая новость, коллеги. Она выглядит следующим образом. ВТБ сообщает о том, что облигации по строительству Керченского моста могут быть выпущены в 2015 году. Это очень плохая новость для финансовых рынков. Объясняю почему. У нас все облигационные займы носили предназначительный характер. Это там, на западе у них. Займ – это как бы предложение поучаствовать в каком-то проекте. У нас активно они развивались займы в 30-е годы, в 36-м году. Все, кто были недовольны с займом 36-го года, оказались в тюрьмах. Все это продолжалось всю войну. Были военные займы, 4 военных займов. И, наконец, в 48-м году сделали так. Все займы, которые были выигрышными по 4%, значит, они были заменены займом по 2%. А кто был недоволен, отправили в ГУЛАГ. Значит, по моей оценке, из того, что я вижу сейчас, опубликованное открытое печать, где там, получается, пик ГУЛАГ в 50-м году, тогда было 3 миллиона заключенных. Из них 2 миллиона были победители, которые вернулись, посмотрев на западные страны, попытались какие-то идеи демократии здесь хоть косвенно, хоть как-то, так сказать, озвучивать. А вторые были те, кто не захотели участвовать в займе по подъему советской страны. Поэтому, когда сейчас говорят, что выпустят облигации по строительству Керченского моста, это очень опасное действие. Это может быть свидетельством того, что мы переходим окончательно на нормы мобилизационной экономики. А это опасно для финансовых рынков, что в условиях мобилизационной экономики финансовые рынки ликвидируются всегда в любой стране мира. Поэтому здесь, как бы, очень... Я лично крайне негативно отношусь. Моя позиция такая. Есть у вас бюджет, есть у вас доходы крупных госкорпораций, стройте на них мост, если вы обязались. И, как бы, разрешать сейчас в этой ситуации выпускать облигации, надо ясно понимать, что будет с теми, кто не подпишется под эти облигации. В этом плане наша страна за последние 1152 года российской государственности, к сожалению, мало изменилась. Следующая новость. Значит, в смарт-лабе Оби-Ван Кеноби, известный, наверное, вам трейдер, активно работает на ЛЧИ, пишет, что, в общем, пацаны, такое дело. Не прошел испытательный срок, причин не объяснили, тут типа так принято. Ну, судя по всему, так сказать, собирается перекрывать торговлю любыми российскими инструментами. Правительство через СЕК пытается запретить торговлю российскими инструментами, чтобы бабло все из России вводить. Вот, значит, и пишет, что, в общем, что я сюда пишу? Мне из Сингапура в Москву надо билеты взять во второй половине декабря. И до меня дошли слухи, что если написать Герчику что-нибудь типа «Ты вообще никто, я тебя в трейдер не делаю, как лошка», то он может оплатить билет до Москвы, чтобы устроить батл здесь. Если правда, то я готов выступить с пламенной речью. Оби-Ван Кеноби, не надо ссориться с Александром Герчиком. Он нормальный мужик. И там ругать его, чтобы он оплатил, так сказать, вам билеты из Сингапура, помог вернуться в страну, не надо. На искренние сожаления, что так получилось. Но я хочу обратиться ко всем зрителям, ко всему трейдерскому сообществу. Коллеги, давайте спасем Оби-Ван Кеноби. Пацан застрял за границей, не будем обсуждать, в какой стране, не будем обсуждать, почему уволили, там политика, или просто, так сказать, ну, почему-то, так сказать, не подошло к компании. Это не важно. Пацан застрял, надо спасать. Поэтому, обращаясь ко всему трейдерскому сообществу, кто может помочь ему с приобретением билета из Сингапура в Москву, я думал сначала это шутка, но почитав внимательно каменты, нет, человеку действительно трудно. Это как раз тот случай, когда сообщество должно помочь, на мой взгляд. Поэтому можно выходить на его аккаунт в смарт-лабе напрямую, либо можно позвонить нам по телефону на сайте utra.tv, можно присылать имейл, мы вас напрямую, естественно, особо Иван Кеноби сведем, вот, чтобы, так сказать, кто-то помог ему вернуться, если, так сказать, вернуться в Москву. И, причем, еще раз повторяю, это не шутка, у парня беда, все, кто может помочь, человеку прошу подключиться, давайте вместе спасем нашего трейдера, вернем его на родину. Ну что, коллеги, вот такие у нас сегодня новости, и давайте перейдем к следующей части нашей программы, это индикатор монета BuySell, я показываю, что у нас есть и Buy, и Sell, прошу всех загадать тот финансовый инструмент, которым вы хотите сегодня торговать, и монета через минутку подскажет вам направление движения. Приготовились, бросаем монету, оп, ловим, и смотрим, что она нам советует сегодня. Sell, как-то, с ногами немножко, но видно, что Sell она советует нам сегодня. Вот такое мнение о монеты. Давайте посмотрим, поговорим с нашими коллегами, что думают они на этот счет. Давайте, первым я хочу пригласить, давайте звук сюда дадим, звук звука. Дмитрия Семенова, трейдер аккаунта, и кандидат КМА. Дмитрий, доброе утро. Приветствую Игорь, приветствую Владимир, всех также приветствую посетителей. Но недельку у меня не было, скажем так, по техническим причинам, вот теперь я опять появился. И сразу в первый же день два графика, более не покажу, этого достаточно. Так, Игорь, у меня какой-то глюк, если я не ошибаюсь, правильно? Ну, сейчас, ну, все, поднимайте график, нет у вас никакого глюка, у вас все хорошо. Да, а вот я вверху экрана и вижу, вы видите, почему, потому что у меня, все, 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 Игорь. Все, вы за недельку подзабыли, как это делать. Не, не, просто у меня почему-то область, вот этот вот маркер этот, который область экрана показывает, почему-то перелез на второй монитор. А, нет. Итак, график евро-доллара. Сейчас я уменьшу немножко область, чтобы лучше было видно. Ага. Что мы здесь наблюдаем? Наблюдаем мы здесь, нам взлет очень интересную картинку, тренд по-прежнему нисходящий. Это видно на мелком, вернее, на более крупном масштабе, вот на мелочке, допустим, тренд нисходящий. И на часовке мы сейчас видим с вами вот цена зажата между уровнем поддержки и уровнем сопротивления. Ну, я думаю, что тут всем понятно, что делать. Если будет пробой поддержки, продавать. Покупать я не хочу, потому что тренд все-таки нисходящий. Плюс, если вы посмотрите на динамику курсов в этом диапазончике, вы увидите, что максимум, а не до снижения. То есть, возможен пробой вниз. Ну, в этом случае на скидочку цель давайте посмотрим недельку. Цель это район 1,2157 куда-то, что-то она может заловиться. Но, опять же, в случае, если движение продолжится, если будет пробит. Вот это тут уровень. Ага, Дмитрий? Видно тут невроженым глазом. Максимум с повышением, минимум с повышением. И смотрите, сейчас она подошла в третий раз у нас к уровню. Ну, в области примерно 1,1470. И в этом случае, если будет пробой вот этого уровня, я ожидаю продолжения роста. Здесь тоже легко сообразить, что делать. Смотрите. Через прошлый пик строю максимум. В принципе, вернее, через прошлый максимум строю линию горизонтальную. В принципе, она совпадает с текущим положением наклонного, сопротивления наклонного. Идея простая. При ценах закрытия выше, чем 1,1460. Читовые цены закрытия с закрытием. Смотрим. Возможен рост. Рост котировок данной пары. Давайте поглядим, куда этот рост может быть. Ну, по недельному масштабу здесь видно, что область довольно сильная. Мы сейчас ее тестим. Вот, видите, здесь тест, здесь тест. Если пробой произойдет уверенно, то я думаю, что цена может дойти пунктов на 200 лучших. То есть, район 1,1650. Ну, а дальше надо будет это смотреть. Вот. Ну, что ж, всем желаю удачных торгов. Не забывайте про правила управления капиталом. И помните, что все то, что я тут говорю, это лишь мое мнение, мое понимание рынка. Я думаю, не является для того, что он есть. Дмитрий, спасибо. Я так понимаю, что основная идея у вас была, что евро-доллар может сходить на 1,2150. Это вы сейчас про текущий момент говорите? Да, да. Вот сегодня утром, на ваш взгляд, то, что вы нам показали график, то есть, евро-доллар... Вы знаете, если вы хотите назвать передачу как-то в слоган какой-то придумать, то лучше про канадский доллар, я думаю. Для меня он более актуальный данный момент. Хорошо, давайте тогда, где... Картинка просто более нравится, чем на евро. Да. как может... Что с ним может случиться сегодня? Ну, не сегодня. 200 пунктов за один день, Игорь, это, вы знаете, довольно смелое положение. Стремится, доллар, канадский доллар, стремится... Ну, не стремится, а может. Может. Чего я слово может, потому что пока сопротивление не пробито, мы с вами не можем говорить о том, что будет что-то. Ясненько. Спасибо, Дмитрий. Ну, что, коллеги, тогда мы двигаемся с вами дальше. Юрий Чиклитарьев, аспар... Да, да, трейдер из Москвы. Юрий, доброе утро. Слушаем вас. Какие у вас взгляды на сегодняшнее утро? Доброе утро. Да, вообще, эта ситуация на рынке, я бы сказал, такая печальная. Вот. Потому что, события там на политическом фронте, такие печальные все, что-то, кто-то что-то поделал, но, по-моему, никаких особенно результатов не видно. Вот. На рост российского рынка я вообще не ставлю. Скорее, если будет рост, видим, в виде какого-то флета. Вот. А может быть, даже и падение. Но вообще, конечно, разочарования идут очень серьезно по российскому рынку. Вот. Поэтому ничего. Ничего хорошего сказать пока не. Я понял. Пока для себя, пока для себя никаких покупок, я так понимаю, вы не увидели сегодня, да? Да. Я их не видел, не увидел и в пятницу. Вот. Потому что у меня открытый, очень маленький оппозит, буквально на 1% депозита по мартовским фьючерсам. И все. Просто они еще плохо разыграны, поэтому, так сказать, немного взял и все. Но уже тоже какой-то приносит. Ну так. Маленький объем. Вот. Ясненько, Юрий. Смотрите, если надо что-то по Эксанто сделать, я готов. Я закрыл американские акции на платформе Эксанто. Прекрасно. Отлично. Спасибо большое. Пока ничего не надо делать, я вам напишу или скажу, что нужно будет делать. Да. Хорошо, понял вас. Спасибо большое. Это был Юрий Чеботарев, трейдер из Москвы. Ну что, коллеги, давайте подводить итоги. Владимир, какие у вас мысли сложились по итогам, так сказать, наших новостей и выступлений наших гостей? Владимир, я как-то вот сегодня поддерживаю, во-первых, точку зрения Томсенрейдера, о том, что все-таки фон довольно-таки скорее такой негативный для открытия торгов. Но прежде всего, знаете, что вот, по крайней мере, сейчас я вот раскопал, это, несмотря на то, что сейчас, допустим, в изиатских торгах обладают оптимистические настроения, но в Японии вышел индекс оценки текущей экономической ситуации и он довольно-таки существенно просел. Это говорит о том, что тут рано или поздно эта информация начнет отыгрываться и вполне возможно сменится динамика на изиатских торгах. Так что оттуда может быть какая-то волна негатива прийти. Плюс нефть, да, мы что видим сейчас? Мы видим 68,33, 68 долларов 33 цента за баррель, в общем-то ниже 69 долларов и такое ощущение, что нефть снижается более 1 процента сейчас, плюс, кстати, мой любимый индекс доллара тоже находится в зеленой зоне, он показывает, что доллар укрепляется по отношению к шестерке основных валют немножечко, но укрепляется, причем он так вот устремляется медленно, но уверенно к отметке в 90 пунктов, что будет таким очень важным психологическим показателем. Так что индекс доллара тоже ничего хорошего не предвещает. И плюс индекс сырьевых рынков стандартный курс в красной зоне почти полпроцента он теряет. Это значит, что в общем-то на рынке фьючерсов сырных товаров распродажи идут. Поэтому мне такое ощущение складывается, что все-таки какой-то такой негативный фон. И мы увидим наверное все-таки на открытиях такую понижательную динамику. Понятно. Но меня, кстати говоря, отстревожило сообщение то, что я обсуждал о Биванке Ноби. Вот эта фраза о том, что собирается прикрывать торговлю любимыми российскими инструментами, пытались протолкнуть закон через конвес, там не получилось, поэтому пытаются по-тихому запретить торговлю всем кондором крупным. А те, кто не согласится, замучают проверками. Но вот это, конечно, тревожно. я слышал из Европы, из европейских источников, что декабрьское выступление Владимира Путина 4 декабря было воспринято очень критично западным бизнесом, все ожидали какого-то смягчения, какое-то решение. Но, к сожалению, получилось, что наоборот Крым объявили сакральной ценностью, и совершенно очевидно, что по Крыму отступления не будет, поэтому, естественно, будет ожидать усиление санкций. Но такое действие, о котором пишет Ордиван Кеноби, о том, что по тихим крупным конторам запретят торговать российскими финансовыми инструментами, это, конечно, очень опасно. Это такая тоже необъявленная акция, но это речь идет о миллиардах миллиардов долларов. Единственное, что здесь настораживает, это просто какой-то слух вбрасывается, то есть пока это все не проверено. Что это такое? Может быть, сейчас транслирует? Нет, это трейдер, который хорошо известен в стране, он уехал туда работать зарубежно испытательный срок. Вот сейчас его уволили. И суть-то какая, что его уволили, и он, видимо, по деньгам не рассчитал, не может вернуться. Но это одна часть вопроса, мы уже попросили трейдера скасного общества все-таки как-то попытаться ему помочь. А вторая часть вопроса он объясняет, что вообще как творится. Вот эта реакция. Но я просто говорю о том, что и моя информация в пятницу, которая была из европейских источников, так сказать, ну, а коллег, проще говоря, работающих европейских банков, конечно, она очень тревожна. Больше того, хочу сказать, что сейчас европейцы впервые за 8 лет общения полностью прекращают контакты с российскими контрагентами. Например, были люди, которые открывали на меня сотни миллионов долларов, когда работал в АТП-банке в 2008-2009-м, годах открывали сотни миллионов долларов, не покрытых, чистых лимитов. Сейчас они даже не отвечают на имейлы. То есть, на сколько, так сказать, на них это выступление в четверг президента России произвело какое-то тяжелое, какое-то очень странное, мне кажется, даже преувеличенное такое какое-то, когда они услышали слово сакральное, на них это повергло в шок. Почему? Потому что в западной философии сакральным является права и ценность, права и свобода граждан. У них территория никогда не является сакральной. Все, так сказать, торгуется, все обсуждается. Ну и у нас с Конституцией, там, один меня спросил, у вас в Конституции тоже, так сказать, высшей ценностью является права и свободы граждан, а не Крым. То есть вы как бы для себя понимаете, что сакральность это значит отказ от защиты прав и свободы граждан России. У Сталина тоже были сакральные моменты, когда там он объявил сакральным городом, в 25-м году переименовал царицем Сталинград, и когда, так сказать, бизнес возмутился, он через год ликвидировал вообще финансовые рынки, ликвидировал частный бизнес, закрыл НЭП, монополизировал внешнюю торговлю, потому что для него Сталинград был сакральным местом. И сейчас они говорят, ну вы понимаете, что вы сейчас вот под это дело, под этот Крым вас могут ликвидировать все. Ну а когда объявили о том, что готовится еще и займ в таком стиле сталинской мобилизационной экономики, всех был в шок. Это, кстати, западные еще не слышали вчерашнее выступление Валерия Хадеева из Общероссийского народного фронта. Я сам вчера чуть-чуть просто не упал с дивана, когда, так сказать, смотрел и говорят, Жириновский начал отвечать, а нам же новый Сталин. А Хадеев сказал ему, нет, у нас уже есть новый Сталин, это Путин. То есть, парни, вы что как бы, вы уже не один сигнал о том, что будет ликвидироваться рыночная экономика. Уже вот за последние пять дней три сигнала, понимаете. Ну то, что Жириновский, это значит, ладно, бог с ним. Я, собственно, говорю только о том, что сообщение об Ивану Кеноби, ну, вполне может быть, потому что весь мир в шоке, конечно, услышав, что сакральной ценностью является неправа и свободы граждан на Крым. И поэтому, естественно, они действуют в рамках своего ужаса, в который они пришли. Ну, понятно, что они понимают, что если бы кто-то из западных политиков объявил какую-то территорию сакральную, а не права граждан, он бы работал после этого минут пять, ну, семь, максимум, потому что народ бы побежал на парламент, понятно, кричать и так далее. И поэтому, конечно, вот такой негатив, он у нас, он практически будет незаметным. Все так немножко пожали, наверное, вчера плечами, ну, вот Путин, новый Сталин. Ну, и что? Вот согласитесь, я вот не увидел никакого отношения. И, понимаете, на возле этого у нас публика уже привыкла к эпатажу, вот, и сейчас, очевидно, есть расхождение между ожиданиями. Это зам. руководителя общероссийского народного. Да, мне кажется, все это карикатурные структуры, вот, лично мое мнение, вот, и никто к ним иначе не относится. В стране главное действует система, по которой у власти находятся те люди, которые должны там находиться, по мнению власти, вот, а все остальное, ну, естественно, устраивается шоу, эпатаж и так далее, играются на настроение, подогреваются, отыгрываются темы, там, допустим, того же самого Крыма, сакральности Крыма и так далее. Мне кажется, понимаете, в чем ситуация? Вот, уже сейчас без таких западных институтов, которые так начнут укоренились в России, не обойтись. Вот, им хотелось бы сломать всю правовую систему в России, действовать, как это было при Сталине, да, вот, но не получается. Все время надо делать оглядку направо, на какие-то определенные правила игры и так далее. Вот, и, что бы там ни говорили, а все равно решения принимаются, вот, допустим, Россия находится в ВТО, да, вот находятся в ВТО. Ну, абсолютно бесполезное какое-то. Вот, но тем не менее, да, вроде бы казалось бы, зачем сейчас вот нужно это в ВТО выйти, не выходит же, понимаете? Вот, поэтому нужно, иначе это что-то, как бы совсем будет Северная Корея, понимаете? Ну, понял вас. То есть вы считаете, так сказать, не слушаете ни Первый канал, ни эти страшилки ОНФ, а спокойно работаем на финансовых рынках, спокойно покупать российские акции. Получать прибыль, как только у вас есть возможность получить прибыль, получаете, работаете, ничего не бойтесь. Да, отлично. Коллеги, ну вот с этим пожеланием Владимира Попова мы и двигаемся вперед. Открытие рынка через несколько секунд. Открытие, открываем вместе с Владимиром Поповым, а программу торговый план на сегодня мы тогда останавливаем. Удачи. Удачи.